МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я был обыкновенным ребенком, который учился в 32-й школе, это в Заднепровье. Жил, ходил, учился, ну и регулярно посещал различные секции, начиная с первого класса. Моя мать, если так сказать уже откровенно, она еще до сих пор оставила мои дневники с первого по третий класс. Практически не было такого дня, чтобы не было замечаний. Хотя, несмотря на то, что отметки были, троек не было, 4-5 относительно. Но, как сказала наша учительница физики, я запомнил навсегда, Ида Борисовна, она сказала, ребенок, который не балуется, он неполноценный. Так вот, почему-то мне это так въелось, видимо, был очень полноценный. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый мой вид спорта, я был в фехтовании. И мне очень нравился этот вид спорта, я подходил для него, но как-то не сложилось. Потом было плавание, лыжные гонки, легкая атлетика, вот, даже на волейбол немножко походил. Вот, ну а потом чисто, случайно, даже когда первый раз пошел записываться на греблю, меня не взяли. Говорят, мы таких маленьких не берем. И вот волею судеб все равно я там оказался. Получилось, мой друг, как бы он был выше ростом, его взяли, он тренировался, я сидел на берегу. И получилось, что когда кого-то не хватало играть в футбол, взяли меня, ну и потом уже, как бы, уже тренер взял меня дальше к себе тренироваться. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гребет ниже метра 81, это считался бесперспективный спортсмен. А у меня метр семьдесят восемь. И получается, я это ощутил на себе. Было так, что в юности, когда было мне 16 лет, я выиграл шесть первенств Советского Союза, но меня не брали, говорили, бесперспективный. Когда уже выиграл седьмой раз, тогда уже ничего не оставалось, и взяли в сборную. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я пришел, это была осень, всю зиму мы катались на лыжах, ходили в плавательный бассейн, весной пришли. Но для меня, как таковой, я вот смотрел, ребята различные приходят, переворачиваются сразу. Но я как-то так нормально себя повел, тоже перевернулся, но не сразу. Но мне это было интересно. Самое сложное, казалось бы, у меня вид спорта гребли на кону, это с одной стороны. Как вот можно с одной стороны грести и ехать ровно прямо? И вот у меня как? Вот так вот я где-то, когда все мои ровесники научились, а я где-то целый год не мог научиться ехать ровно. Понимаете? Ну, потом уже со временем научился. Есть там специфика, называется подруливание, но это нюансы. Для себя я понял, что я останусь в гребле, после того, когда у нас прошли соревнования по лыжам и по общей физической подготовке, я среди своих ровесников выиграл. Вот, для меня это была неожиданность, для тренера. И после этого я понял, что здесь, в этом спорте я останусь, потому что я могу что-то сделать, и у меня для этого есть силы. И вот потом оказалось, что буквально через год я уже начал показывать результат. Как оказался в сборной? Ну, я подразумеваю, в сборной это не только сборная старшая. Вот у нас была раньше, как и сейчас, юниорская команда, молодежная и взрослая команда. Вообще, я считаю, если ты уже попал в юниорскую команду, то если ты хочешь заниматься спортом, если ты из той команды выпал, значит, можно уже со спортом, как говорят, завязывать. А если ты идешь, и вот получилось, что когда, я уже сказал, получилось, я очень тяжелый мой путь такой, психологически больше сложный, не физический. Когда ты приходишь, выигрываешь своих соперников на первенстве тогда Советского Союза, а тебя не берут из-за того, что ты маленький, и все основание, оно как-то психологически влияет на человека. Была даже ситуация, что я уже не хотел тренироваться, но тренер сказал, вот давай еще на одни соревнования съездим, и если там нет, ну, значит, нет. Ну, и получилось, я поехал, и меня взяли в сборную Советского Союза, ну, и там, как говорится, и понесло. Начались юниорские чемпионаты мира, мы уже выигрывали, и дальше, и дальше, и дальше. И вот буквально в 18 лет я попал в сборную, и уже на 21-м году уже выиграл Олимпийские игры. Так получилось. Как вот сказал один тренер, это у нас один тоже в Белоруссии выдающийся был тренер, он сказал, чтобы тренироваться в сборной, нужно тренироваться больше, чем в сборной. Я это принял за аксиому, только я переделал, чтобы быть чемпионом, надо тренироваться больше, чем чемпион. Вы знаете, что, вот я вот после того, как выиграл первенство Советского Союза, вот у меня однажды, это уже как бы, я не знаю, уже как из области сказок, но я все время на Новый год закадывал желание стать Олимпийским чемпионом. Падает звезда Олимпийским чемпионом там, и вот это был просто смысл жизни. И с течением обстоятельств, наверное, так получилось. Даже не знаю, хотя на моем пути были ребята намного талантливее, функционально крепче, но не от того, что они были менее достойны, просто волей и судеб. Были ребята, вот когда мы сборные такие же крепкие, с Украины, с Прибалтики, один заболел, один попал под машину. Вот такое, именно судьба, я скажу это только при начертании. Человек, прежде всего, работа, упорство, ну и там уже, как говорится, как карты лягут. Если говоря откровенно, мы две противоположности, скажем так, как положительный и отрицательный заряд. Вот, получается, Дима, он такой равновешенный, спокойный, его сложно расшевелить, но я такой активный, активный. И вот этот сплав дал свой результат, получается. Ну и, скажем так, в гребле еще играет большую роль техническое исполнение гребли. Мы подходили по стилю гребли и он, и я. Хотя, несмотря на то, что у меня метр семьдесят восемь, а у него метр девяносто восемь, но все равно это дало свой результат. Вот наш тренер, который нас в сборной Советского Союза тренировал, он сам был чемпионом Московской Олимпиады. Поэтому человек был с большим опытом. Это такой вопрос я расскажу издалека. Вот, когда я пришел на греблю, ну, как-то маме прихожу, говорю, мама, завтра мы в двойках поедем кататься. Мама говорит, Саша, ты только вперед не садись. Я говорю, мама, а чего? Она говорит, там же сквозняк. И волею судеб я был в юниорах везде. Я сидел на заднем номере. А потом, когда уже попал в основной состав национальной команды, меня посадили с Димой. Он говорит, давай-ка ты поменьше, поживей, подинамичнее. Садись вперед. Ну, а Дима будет сзади за тобой, как говорится, подстраиваться под себя. Ну, так и получилось. Это первый раз, когда я сел в двойку первым. До этого я с разными партнерами выступал. Я все время был сзади. А вот с Димой сел вперед и получилось. Хотя и там было неплохо по юниорам. Всего лишь получилось. Шестой год занимался греблей. И пришел такой успех. Была возможность тренироваться дальше. Мы, если честно говоря, в таком плане, что раньше было, как вы сказали, что в горнилово отбора, чтобы попасть в сборную Советского Союза, люди попадали правдами и неправдами. А тут, казалось бы, уже мы, суверенное государство отдельное, меньше отбора. Поэтому мы были рады тому, что, скажем, у нас будет своя отдельная команда. И мы можем спокойно готовиться. И будет все-таки отбор. Это все-таки психологическая нагрузка. Когда ты даже можешь выиграть, но тебя могут не взять. Были и такие случаи, что люди, вот как и у меня, выиграл, но не брали. Но поэтому мы как бы и вздохнули. И, в принципе, потом это так и было. Проблем не вижу. И я продолжал заниматься спортом вплоть до 2000 года. Как я говорил ранее, я многими видами спорта занимался. Но именно Александр Евгеньевич раскрыл во мне, может быть, скажем, ну что откровенно говорить, талант какой-то спортивный. Понимаете, хотя другие тренеры этого не видели. Может быть, именно увидел, что во мне есть какое-то спортивное зерно. И, скажем так, вот знаете, что я ему за что благодарен, что многие тренеры пытаются из спортсмена сразу на первых порах выжать весь результат. И очень много было у нас талантливых спортсменов у меня, у торовесников моих, которые до в юниорском возрасте показывали результат. Их максимально тренер выжимал, но он может быть не от того, что он просто тренер хотел быстрее получить результат, как и тот спортсмен. А Александр Евгеньевич, он сработал со мной на перспективу. И именно вот, например, что в нашем виде спорта там, например, он больше видел во мне и готовил меня больше ко взрослому спорту. И вот я ему за это благодарен, что именно моя юношеская подготовка именно прошла так, как надо. Что именно он мне заложил огромный фундамент, на основании которого потом через пару лет он именно подработали со мной в сборной, и получился такой всплеск. Сам понимаю, что у нас вид спорта тяжелый функционально, да. Но вот знаете, как вот многие спрашивают, я не замечал этой тяжести. Понимаете, может быть, в силу того, что природа мне дала какие-то, может быть, физические данные. Да, было тяжело, там, например, на одном колене долго стоять там. Но это все привыкаемо. А то, что физически, мне наоборот было интересно то, что, как я сказал, я пришел, у меня стало получаться именно. И я сегодня победил одного, завтра победил второго. И Александр Евгеньевич себя вел очень, как педагог, очень грамотно для того, чтобы вот он говорил, вот сегодня ты, Саша, проиграл этому старшему, так, но ты вчера от него отстал на 500 метров, а уже сегодня ты отстал от него на 300 метров. И я все равно видел эту динамику, и тренер показывал. И мне было интересно, когда я уже лидера догоню, потом, когда сам выйду в лидеры. И когда занимаешься таким делом, оно даже не замечаешь, этих трудностей. Я об этом вопросе не задумывался, скажем так, когда уже... Я понимал, что вот уже выиграны Олимпийские игры, выиграны несколько чемпионатов мира. Я понимал, что идет новое поколение, которым просто... И мне нужно начинать новую жизнь. Я понял, что мне нужно уходить из спорта. И для меня это было не проблема. Я просто сказал, что и все, я больше выступать не буду. Ну и хотел, конечно, прежде всего остаться в спорте, как специалист. Но волею судеб я был динамовцем, аттестованный офицер в спортивной штатной команде. Мне предложили возглавить областной совет «Динамо», Могилевский областной. Я... Люди мне доверили, скажем так, мне было очень приятно, ответственно. Я включился в работу, работал, все стало получаться. На первых порах все помогали, вопросов нет. Но я чувствовал, ну, скажем, что это немножко не мое. Что я хочу все-таки опять на ту же греблю, хочу опять видеть ту воду. И быть, передавать тот опыт и знание, багаж тем же спортсменам. Ну и получилось, что я ушел из «Динамо», ну, оставил воинскую службу. И волею судеб меня занесло за границу. Да, в Канаду занесло меня, да. Там я работал тренером, как раз был Олимпийский год, помог подготовиться к канадским спортсменам. Ну, скажем так, что все было для того, чтобы тогда, в те времена, ну, скажем так, уехал за границу, это великолепно, да. Но я приехал, когда приезжаешь на соревнования, смотришь, это одно, да. А когда ты там находишься, живешь, все зависит от человека. Я там, с каждым днем мне все быстрее хотелось домой. Первый месяц было радостно, интересно, второй так. Я уже на третий месяц, как говорят, уже заныл. Говорю, отпустите меня домой, хочу домой, хочу домой. Ну, и получилось, что поехал домой, конечно, может быть, в какой-то степени пообещал им, что опять приеду, но получилось, назад я уже второй раз не поехал. Потому что, не знаю, может, чисто причин никаких объективных нету, чисто, может, физиологически. Мне было как-то некомфортно там. Ну, хотелось домой все-таки. Когда все-таки побудешь неделю-две за границей, это одно. А когда месяцами, поэтому вернулся, конечно, возвращение было, как таковой, сложным, мягко говоря, потому что нужно было искать место работы, применить свои силы. Работал и на авторынке, продавал колеса. Ну, ничего страшного, через это тоже надо пройти. Это тоже наука жизни, и я об этом не жалею, какой-то опыт жизненный. Ну, а потом люди, конечно, сказали, Александр, у тебя такие знания, такой опыт, давай-ка будешь на благо нашего и Родины работать, отечеству, да, поможем. И мы создали детскую спортивную школу по гребле, я ее возглавил. Вот, ну, а сейчас эта уже школа выросла до того, что мы в прошлом году уже создали областной центр по гребле, Олимпийского резерва, где я сейчас и работаю. Если ты ставишь цель, может, оно выглядит как-то банально, нужно идти и добиваться ее, несмотря ни на что. Конечно, нельзя, например, идти на сделки с совестью своей, нужно по-человечески, по-честному, в честной борьбе. И никогда, если у тебя получаются какие-то сбои, там, ты проиграл одно соревнование, там, никогда не опускать уроки. И верить своему тренеру, прежде всего, своему тренеру, наставнику, педагогу, учителю. Если ты будешь ему верить, и, я думаю, добьешься всех поставленных перед собой задач. Но нужно все при этом отдать, посвятить только одной этой цели и задаче. Вот так. Ну, а как вы сказали, как руководителя какая мечта? Вы знаете, что даже я не был руководителем, но когда пришел в греблю, в греблю после гребли, у меня такая опять-таки мечта, я ее опять загадываю в последнее время. Я хочу все-таки передать свой опыт, и чтобы еще на нашей могилевской земле, именно в городе Могилеве, еще чемпиона воспитать. Спасибо. Все.